Дорогие друзья, сегодня мы встретились в очередной раз с Сергеем для того, чтобы наделить ваши практики по самомассажу тела с помощью соляных мечей, экологичное тело, и хотим поделиться с вами уникальными упражнениями и находками, которые помогают нам самовосстанавливать свои божественные тела. Давайте переступим к практике. Я апеллирую к Сергею. Какие самые частые упражнения ты осуществляешь по отношению к своим фасциям и мышцам? Сегодня я вам хотел бы показать, рассказать, как помочь высвободить тазобедренные суставы. И покажу, как можно проминать, разминать мышцы бедра. Для этого мы кладем ногу в середину бедра на мяч и делаем движение вперед-назад. Большие ягодичные мышцы упираемся, да? Прямо центром бедра. Идем дальше, потихонечку, ближе к ягодицам. Проминаем, проминаем со своей скоростью. Можно на каких-то участках подошвы задержаться, там, где больше напряжения. Поразминать, поразминать. И далее обратно до коленки. В сторону коленей мы проминаем, прокатываем. Вот как вам удобно, тот темп и та сила нажатия, которая вам нужна, необходимо, вы ее выбираете для себя. Мне даже хочется статично посидеть. Да, можно и статично, я тоже люблю статику. В статике легче переносится на болевые ощущения. Да, и контролировать их проще, да? Это, кстати, профилактика от болезней менисков. Да, вот сейчас Сергей то, что показывает. Кроме того, что мы суставы таза освобождаем, мы коленные суставы тоже освобождаем. Выходит напряжение из мышц. Также мы работаем на улучшение осанки. Потому что тут проходят фасции. Да, и эти фасции как раз опоясывают поясницу, грудной отдел. И, соответственно, снимая напряжение с бедер, у нас уходит сколиоз, выпрямляется спина. Уходит напряжение. Также мы можем промять голень, уже сидя вот так вот и надавливая на колено, на мяч, мы потихонечку передвигаем. Заодно стимулируем кишечник. Покажи стимуляции кишечника. То есть это внешняя сторона голени? Внешняя сторона голени от берцовой кости. Вот мы начинаем снизу, надавливаем, проминаем, прокатываем мышцы. И по миллиметру мы двигаемся по мячу. А мне бы хотелось добавить, как с внутренней стороны происходит работа. Меридианы мочеполовой системы у нас здесь проходят. И мы двумя руками также стимулируем мышечную структуру, как я показываю, от ахилла до коленного сустава. Соответственно, это тоже профилактика болезни коленных суставов, поскольку уходит напряжение с ног. Вот Сергей уже поменял. В верхней части голени находится точка Зусанли. Точка отста болезней. Вот мы ее находим, выходим мячом на нее и вот так вот продавливаем. Делаем массаж. Да, если вдруг у вас действительно болят мениски, то вот обязательно упражнение. Получается двойной эффект. Мы прорабатываем точку Зусанли и также прорабатываем своим локтом партняжную мышцу, внутреннюю часть бедра. Вот очень хорошо она так прорабатывается. И одновременно точка Зусанли. И я даже рекомендую по колену пройтись локтем, как будто бы таким острым инструментом деревянным. Вы сразу найдете у себя тут напряженные мышцы, ставите на них локоток и потихонечку продавливаете. Да, очень чувствуется работа качественная. Да, очень чувствуются вот эти мышцы здесь. И очень удобно в этом положении работать. Действительно, здесь не сутулишься, грудь вперед, а локоть является опорой для всего тела. И как раз он продавливает те капунктурные точки, которые отвечают за боль в коленных суставах. Таким образом вы освобождаете тазобедренные суставы, коленные суставы. Также занимаетесь профилактикой вегетососудистой дистонии, лечите желудок и обосстанавливайте эмоциональный баланс. И вот так вот утро начинать, либо день заканчивать. Хорошо, проработали. Как следует, приятные ощущения. Да. Сергей, а я знаю, что также ты предпочитаешь брюшную полость стимулировать этим мячом. Покажи, может быть, что-то в паре. Если вы один, кладете на пол мяч и ловите с него животом. И мяч входит в живот и продавливает органы. Это такой висцеральный самомассаж. Если вдруг вам больно слишком сильно, вы можете одно колено, одно бедро отвести в сторону. Тогда сила давления на мяч будет меньше. Да, я рекомендую хотя бы по пять минут лежать в таком положении. На одну сторону, потом на другую и по центру. Когда у вас уходят болевые ощущения, мышцы расслабляются, вы передвигаетесь на другую точку. И так проходите весь живот сверху вниз и справа налево. И по диагонали. После того, как вы проделаете эту сессию, сразу почувствуете тотальное расслабление в теле. Кто, допустим, не мог долго сходить в туалет, сразу же побежит в туалет. Однозначно, потому что стимулируется сигмовидная кишка. У кого были какие-то спаечные процессы, они пройдут. За счет стимуляции иммунной системы местного иммунного тела. Да, за счет воздействия на фасции, за счет расслабления фасции и мышц внутренних органов. Так, у кого были проблемы с яичниками, с трубами, то они тоже расслабятся и будет порядок. Да, возобновляя местный процесс. Восстановится кровообращение матки, вычевого пузыря. Поэтому это профилактика мужских и женских заболеваний, да, имеется в виду восстановление мужского и женского здоровья. Также тут расслабляются желчные протоки, печень, желчный пузырь. Часто это упражнение используем в парк. Мне бы очень хотелось Сергея попросить, показать на мне, как можно делать массажер. Мы ставим мячик на живот, на центр живота, отводим его вниз. Прямыми руками потихонечку переносим плавненько, переносим весь тело на мячик. И вот так вот прокатываем. О, как приятно. Потом мы поднимаемся всем телом, отводим его обратно вниз. Опять телом нажимаем и прокатываем. Прокатываем с давлением. То есть мы, получается, работаем в двух плоскостях. Вверх-вниз и слева-направо. И соединяем это в круговые такие движения. По центру. Потом немножко берем к себе. Потом от себя. Очень приятное ощущение. Действительно, кстати, помогает при вздутии живота. Да. При болезненных месячных. Также мы можем просто перенести часть своего тела, немножко надавить и подержать. Статично подержать. Можем как в динамике, так и статично. Точно так же можем в центре. Пупучиться. В районе солнечного сплетения. Ниже пупка. Дальше себя. Лапирание, да. Ближе к себе. И так же этим мячом мы можем прокатать грудную клетку. Межреберная пространство освобождается. Межреберная пространство, да. То есть, арказмичность груди повышается. Вообще никаких усилий не надо применять. Мы выположили руки на мяч и просто вот такими движениями, круговыми торсом мы проминаем. Причем сам же массажист входит в состояние гармонии. Да, в состояние транса. Ты покачиваешься, происходит массаж мозга. Сосуды головного мозга массируются. И блаженное состояние такое возникает. Которое как раз нужно для массажа. Ой, а как дельта плеча прекрасно массируется. Да, дельта плеча, подключичное пространство. В общем, и можно переходить дальше на руки. Ой, как приятно, Сережа. Ты мне раньше никогда так не делал. Друзья, сразу... Вы знаете, уходит даже напряжение с головы, когда Сергей вот так прокатывает руки. Особенно область височная и затылочная. Также не забиваем кисть. Ладони. Особенно у мастеров, которые занимаются ручной работой. Очень напряженные палочки. Да, кисти, ладони. Мы просто на них вот так вот поставим. И круговыми движениями, также торсом прорабатываем. И смотрим. В принципе, чем медленнее движение, тем лучше. Я должна сказать вам, друзья, что это самый прекрасный подарок для своего любимого. Вот поверьте мне, эпоха, когда друг другу дарили дорогие украшения, туфли, сумки, давно канула в лету. И сейчас самое важное, это саморазвитие, духовный рост личности и здоровое и совершенное тело. Для того, чтобы тело было здоровым и совершенным, вовсе его не обязательно пичкать дорогостоящими медицинскими препаратами и таблетками. Отнюдь, друзья. Главное, о нем вовремя заботиться. И мы с Сергеем считаем, что массаж и йога – это панацея от всех болезней. Наверное, 90% заболеваний, если не 98%, можно исцелить, если вовремя себя массировать и укреплять тело телесными практиками, пранаямой, плаванием, бегом, ходьбой. Как ты считаешь? Да, совершенно верно. Потому что все заболевания от напряжения в теле, от напряженной нервной системы. И когда мы это вовремя не устраняем, не практикуем, не делаем массажи, усталость накапливается, тело закисляется от неправильного питания. И в результате чего мы имеем то, что заслуживаем. Поэтому любое заболевание – это следствие нелюбви к своему телу. Поэтому, любимые, практикуйте, мы будем счастливы наполнить ваши тела знания новыми лексиками, упражнениями. Подписывайтесь на наш канал, а мы увидимся на следующем уроке.